Руслан Нигматуллин Руслан Нигматуллин – российский футболист, вратарь, участник чемпионата мира 2002 года в составе сборной России по футболу. Выступал за самые известные клубы «Спартак», «Локомотив», «ЦСКА», «Верону» и другие. В настоящее время является тренером и наставником футбольной академии Руслана Нигматулина, где воспитывает новое поколение спортсменов. Также активно выступает как диджей, ведущий мероприятий, телепередач, записывает тиктоки. В прошлой программе мы обсудили фиаско российской сборной на чемпионате Европы 2021 года. Побывали в футбольной академии Руслана Нигматулина в Майами. Чем школа твоя в Майами отличается от того, что ты когда-то создал в России? Ну знаете, здесь есть огромный плюс. Это климатические условия. То есть, ну, не знаю, такого места, наверное, во всем мире не найти, чтобы можно было заниматься футболом 365, а иногда и 366 дней в году. То есть, когда всегда лето, это идеально для того, чтобы растить новых футболистов. Ты сказал, что ты еще не очень хорошо знаешь английский, но детки, которые приходят, я даже знаю, что к тебе черный мальчик уже пришел в группу. Как ты с ними общаешься? Или язык футбола, он интернациональный? На данный момент мы сформировали русскоговорящую группу, то есть, детишки, говорящие по-русски, но между собой они все говорят и очень здорово на английском языке. То есть, конечно, английский для них более уже родной, но русские, они отлично понимают, и мы, в принципе, находим общий язык прекрасно. Но говорим мы прежде всего на языке футбола с ними, а это международный язык, который понимают во всем мире. Руслан, ты, по-моему, единственный из футболистов, которого я знаю, который нигде не засветился ни в каких грязных историях. Я очень долго пыталась найти что-то, я тебе скажу честно, ничего не нашла, и к моему счастью. Я знаю, что ты в браке со своей женой уже очень много лет, 20, напомни, 7. Мы познакомились в 96-м году, и с 96-го года живем совместной счастливой жизнью. То есть, в этом году будет 25 лет, как мы познакомились, поженились мы в 98-м, соответственно, вот именно в браке будет 23 года в этом году. Неужели за все эти годы не было ни одной истории, где ты, скажем так, засветился? С не лучшей стороны? С него. Ну, как говорится, нужно тщательно скрываться. Ну, на самом деле, конечно, важно уважать друг друга, важно доверять друг другу, и важно, ну, прежде всего, любить друг друга, я считаю, что это такая основа. Ну, то есть, на самом деле, по поводу счастливой семейной жизни написано уже очень много книг многими людьми, но, наверное, опыт у всех свой. Вот, и мы тоже свой сложили. Ты можешь написать свою книгу об этом? Я, наверное, напишу, но все-таки еще не такая большая дата, 23 всего совместной жизни. Совместная жизнь, на самом деле, у нас 25 вот в этом году, а семейная именно 23. Ну, конечно же, мы иногда тоже ссоримся. Не бывает счастливых семей, которые в идеальных отношениях, мне кажется, что такие отношения выглядят даже подозрительно. Конечно же, мы спорим время от времени по тем или иным вопросам, но... Хорошо, давай тогда такой маленький блиц-опрос. Несколько будет вопросов тебе, и потом несколько вопросов будет твоей жене. И мне интересно, как вы на них ответите. Ну, давай начнем с того, кто у вас главный в семье и за кем последнее принятие решения. Ну, непростой вопрос. Чаще всего, конечно, это такой общесемейный наш совет. Во многих вопросах она лидирует, но есть, скажем так, огромное количество тем, вопросов, таких нюансов, когда я глава семьи. Так что, наверное, есть такая, знаете, избитая такая фраза, когда муж – голова, а жена – шея. Ну, я думаю, что это похоже на нашу семью. Ты можешь вспомнить самое такое ваше романтическое путешествие или, может быть, какой-то романтический вечер? Вот если я тебя спрошу о нем, и чтобы в эту же секунду Лене пришло то же самое в голову. Одно место, которое вы одинаково назовете. Ну, я назову круиз, да, то есть и назову круиз из Майами – Багама. Так получилось, что мы здесь приехали, отдыхали с детьми, и мы поссорились, как бывает иногда у супругов. И супруга тайне от меня купила путевку в круиз. Вот, это был неожиданный шаг, но эти несколько дней, то есть, очень запали. Да, это было буквально пару лет назад, и я вот жду, когда будет возможность снова повторить наше романтическое путешествие также всей семьей. Как часто вы ссоритесь, и кто первый идет на примирение? Я думаю о том, что кто идет первым на примирение. Ну, наверное, по-разному бывает. В принципе, вот, ну, наверное, скорее, чаще Лена. Да, Лена очень мудрая девушка. Да, во многом, много раз я в этом убеждался. И именно, наверное, ее, прежде всего, заслуга, то, что у нас так долго мы вместе и живем счастливой жизнью. Потому что, все-таки, конечно, от второй половины, которая именно, скажем так, отвечает за сохранность очага, это как раз все-таки даже супруга. И я всячески ей за это благодарен. Но иногда я тоже пытаюсь первым идти на сближение. Вот, причины ссоры могут быть абсолютно разные. Например, расскажу про первую нашу ссору, когда мы начали жить вместе. Мы стали жить вместе через два дня после нашего знакомства. Я сразу же пошел прямо в атаку. И первое время я пару недель скрывал то, что я футболист. И потом мне уже нужно было идти на тренировку. Да, отпуск закончился. Я пошел на тренировку и пришел с тренировки. А в холодильнике нечего было, после тренировки хочется пить, нечего попить. И я устроил мини-скандалы по поводу того, что как же так, я же пришел с работы и нечего попить. Так что, ну, так мы притирались потихонечку. Какие качества, ты думаешь, она ценит в тебе больше всего? Ну, то, что я думаю, что я, прежде всего, на все готов ради семьи. То, что семья у меня всегда на первом месте. И все, что я делаю, я делаю ради семьи. Я знаю, что ты снимаешь тикток. Да. Твоей жене нравится это? Ни моим сыновьям, ни супруге не нравится тикток. И не нравится, и мой тикток в том числе. У меня достаточно такой специфический. Во-первых, я очень люблю животных. И, прежде всего, конечно, они у меня там преобладают. Но я живу, люблю животных на расстоянии. Своих у меня никогда не было. И, наверное, никогда не будет. Почему? Потому что, ну, я человек, который занимаюсь огромным количеством разных дел. Вот особенно в России это было. То есть у меня была и футбольная школа, и я был телеведущим, и диджеем, и прочим-прочим. Да, но домашнее животное все-таки требует очень большого к себе внимания. Ну, и к чему вернемся в тиктоке, то, что никому не нравится, то, что я делаю в тиктоке. Но 600 тысяч, почти 600 тысяч человек моих подписчиков нравится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Как ты считаешь, это сегодня стало просто популярно, модно заигрываться с аудиторией, идти к молодежи делать эти тиктоке? Или как ты к этому пришел? Как выключился об этом? Ну, многим действительно странно выглядит то, что человек, которому в этом году исполнилось 47 лет, снимает тиктоки. Но я очень рад, что у меня супруга не снимает тиктоки, потому что мне не нравятся тиктокеры, честно. Такие, которые, ну, это же, на самом деле, тикток, он очень обширен, да, то есть, и твоя лента формируется от того, что тебе нравится. То есть, вот, кривляние на камеру, чем многие тиктокеры сейчас завоевывают публику, мне не нравится. Вот. Мне нравится, чтобы это было смешно, остроумно, весело и не пародировало просто, скажем так, более успешных каких-то блогеров. Ну, а сейчас мы послушаем ответы твоей жены. Лен, очень приятно с тобой познакомиться. Я узнала, что это первое интервью в твоей жизни. Удивительно, за 25 лет совместной жизни Руслан всегда на виду, всегда на телевидении. Это твое первое интервью, спасибо за такое доверие. Мы тебя не подведем и зададим тебе только несколько вопросов, которые мы уже задали Руслану. А скажи, пожалуйста, ну, кто у вас главный в семье и за кем последнее слово в принятии решений? Да, взаимно, Юлечка, мне тоже очень приятно было познакомиться. И по поводу нашей семьи, ну, вообще главное считается, должен быть мужчина в семье. В нашей семье главный мой муж, он отвечает за... он добытчик, а я отвечаю за красоту, покой, уют в нашем доме. Как правильно у вас распределены все роли. Ты можешь вспомнить какое-то самое ваше красивое, романтическое путешествие вдвоем? Ну, ты знаешь, на самом деле у нас не было путешествий вдвоем, красивых, романтических. Все наши красивые и романтические путешествия были с нашей семьей. Потому что мы всегда путешествовали вместе, и одно из путешествий был круиз. Мы очень любили путешествовать, у нас были круизы по Европе, были круизы по Америке, и нам они очень нравились всем. И хотим мы это очень повторить, надеюсь, что это будет в ближайшее время. Ну, это самое главное, наше красивое и романтическое путешествие. Скажи мне, как часто вы с Русланом ссоритесь? Что является поводом для ссоры? Кто первым идет на примирение? Ну, наверное, мы не ссоримся, а спорим больше часто, потому что у каждого своя точка зрения, и каждый хочет ее отстоять. В итоге, я думаю, что это проходит максимум 5-10 минут, а мы приходим к какому-то общему мнению, и на этом все заканчивается. Какие качества ты больше всего ценишь в своем мужем? В своем мужем я ценю больше, наверное, надежность, потому что, когда человек надежный, на него можно рассчитывать и доверять ему, и это обеспечивает покой в семье, уют и вообще спокойствие на душе. Скажи, пожалуйста, тебе нравится его увлечение тиктоком? И какие именно ролики ты любишь? Ты знаешь, я, честно говоря, немного не понимаю тикток, потому что я считаю, что все-таки это создано для молодежи. Но так как Руслану это нравится, поэтому я отношусь к этому нормально, и какие больше ролики мне всего нравятся. Наверное, какие-то смешные, забавные, те, которые нравятся многим. Люди оставляют хорошие комментарии, добрые, и Руслан этим очень доволен, поэтому эти классные. Спасибо огромное, я желаю счастья вашей семье. Спасибо, спасибо огромное. Вот это наша футбольная команда. Называется она Florida Enigma Soccer. Да, почему Enigma? Да, у нас вот красивый такой, мы придумали логотип, где за символ мы взяли черный мустанг. Да, Enigma, как мы знаем, это загадка. Вот, а загадка это такая темная лошадка. Да, то есть вот ищите здесь где-то связь такую. Ребята, мы любим футбол? Да! Руслан, я так понимаю, что это то самое поле, где ты тренируешь в Майами детей? Да, все верно. Прекрасный парк, прекрасные условия. Так что, да в Майами вообще создан для того, чтобы, можно сказать, развиваться в футболе. Круглый год, лето, идеальные условия. С какого возраста лучше всего детям начинать заниматься футболом? На самом деле, здесь очень расхожие мнения на этот счет. Кто-то говорит с трех, кто-то говорит с пяти, кто с шести. Я в свое время начал играть в футбол вообще в 16, в 13 лет. Да, в 16 уже подписал этот контракт всего за три года. Но каждый случай индивидуален. Но я думаю, что с трех лет можно спокойненько уже привлекать к работе с мячом и начинать заниматься футболом. А скажи, с американскими детьми сложнее работать, чем с русскими? Есть такой стереотип о том, что американские дети избалованы, что на них нельзя кричать, что с ними нужно быть очень мягким в обращении. А так ли это на самом деле? И возможно ли в таких условиях вырастить чемпиона? Ну, я в разных странах работал с детьми. И в России, и в Турции, и сейчас вот здесь, в Майами. На самом деле, дети, они всегда одинаковые. Вот разница в том, что они говорят на разных языках. Дети абсолютно бывают разных характеров, разных складов. Где-то кто-то более способный, кто-то менее способный, кто-то дольше. Но в любом случае, с работы с детьми очень люблю и получаю от этого удовольствие. А возможно угадать, что, например, из этого ребенка вырастет хороший вратарь? Ну, на самом деле, конечно, какие-то определенные способности сразу просматриваются, иногда даже с первой тренировки. Но чаще всего, чаще всего это получается так, что предугадать невозможно. Потому что очень много нюансов, очень много факторов должно сойтись для того, чтобы из ребенка обычного получился настоящий профессионал. Во-первых, он должен обладать определенными способностями, должен обладать большим желанием стать кем-то действительно большим и достигать больших, тяжелых, трудных таких достижений. Потому что спорт – это не только красивая форма и много интервью. Это очень большая работа. Скажи, здесь также на поле, я вижу, занимаются и американским футболом. А тебе вообще самому когда-то это было интересно? Ты хотел этим заниматься? И в чем особенности и разница этих двух видов спорта? Ну, это совершенно абсолютно два разных вида спорта, хотя называются и одинаково футбол. То есть один – американский футбол, другой – европейский футбол. Пусть и в Америке, да, поэтому разделили. Называются сокер. И способности разные. И владение, то есть футбол и там, и там, мяч, мяч, нога. Но в европейском футболе все-таки мяч, во-первых, круглый, да, а у них дыня. Вот. И разница в том, что в футбольной команде европейской в сокере народу поменьше, гораздо поменьше. Но они оба зрелищные, оба по-своему зрелищные. Я с удовольствием люблю смотреть американский футбол по телевизору и на стадионе. Но все-таки европейский сокер мне гораздо ближе. И именно ему я уделяю основное внимание, и именно ему учу уже детишек здесь, в Майами. А почему именно Майами? Как была выбрана страна Америка для твоего дальнейшего проживания? На самом деле я полюбил Майами с 98-го года, когда впервые сюда приехал. И потом каждый отпуск мы с супругой проводили именно здесь. Тут уже на протяжении 23-х лет, как говорится. Ну и так сложилось, что старший сын у нас поступил в университет, учится в университете Сан-Франсис колледж в Нью-Йорке, в Бруклине. И мы решили уже перебраться к нему поближе. Вот и поэтому так и возникла уже автоматически, можно сказать, идея открыть здесь академию футбольную. То есть начали мы с Сокер Саммер Кэм сделали первое. И уже сейчас, надеемся, что с августа начнет академия работать в полном уже цикле. А какие-то есть ограничения, связанные с этим коронавирусом? Хотя, конечно же, говорят, что уже все отменили, но тем не менее, по количеству детей какие-то ограничения имеют? Ну пока у нас единственное ограничение здесь в парке, то что мы можем тренировать не больше 20 детей. Мы придерживаемся этого количества, так что четко выдерживаем. Но да, действительно, с 1 июля уже отменяются маски, и здесь в Майами достаточно благоприятная, скажем, уже постковидная такая обстановка. И практически, скажем, никаких последствий тяжелых и незаметно. То есть и это радует. Скажи мне, где лучшие условия для выращивания чемпионов? Россия, Америка, Европа? Есть ли в этом какая-то большая принципиальная разница? Ну разница, прежде всего, в климатических условиях. В Майами футбол можно играть круглый год. И это большой плюс. Ну это главный, жирный такой плюс. Потому что в России, к сожалению, лето очень имеет короткую продолжительность. И в основном, конечно, большую часть холодно. Играть на улице сложно. Можно играть в манежах, но манежов не хватает. Да, поэтому в этом плане вот именно возможности тренироваться постоянно, круглый год, очень привлекает. Поэтому мне нравится, что здесь можно заниматься Академией футбольной практически без какого-либо перерыва. А есть какая-то фишка от Руслана Нигматулина, о которой ты учишь всех своих детей, которые приходят на поле? Ну, моя самая главная задача в начале – это привить любовь к этому виду спорта. На самом деле футбол, действительно, вид спорта номер один по всему миру. Я проехал, я был во всех континентах и видел, что именно футбол вызывает самый-самый большой восторг. Ну, и, конечно же, дети пока еще находятся в том возрасте, когда они еще не определились, что им нравится. И, конечно же, моя задача – привить любовь к спорту, любовь к футболу. Спасибо, Руслан. Удачи. Спасибо. Мое имя Руслан, мне 8 лет, и я играю на подальше. Ага. Так тебя что вдохновляет? Кто твой любимый тренер? Почему ты любишь футбол? Я люблю футбол, это жесткая игра. Ты не просто подходишь и говоришь, дай мне мяч, я забью тебе гол, ты должен отбирать мяч. Я нападающий, мне надо жестко играть, чтобы мяч получить. И да. Я люблю футбол, потому что игра очень приятная, и мне очень интересно в нее играть. Потому что, ну, не знаете, кто заполучит мяч, и поэтому всегда интересно. Скажите, у вас строгий тренер? Тренер у нас нормальный, он не строгий, и он очень хороший тренер. Самое нелюбимое упражнение, которое он вас заставляет делать? Прыгать, прыгать. Меня зовут Марат, мне 11 лет, и я вратарь. Я вратарь, потому что мне нравится ловить мячи. И кто твой любимый вратарь? Кто тебя вдохновляет? Таштегин и мой коуч Русланник Матуллин. Руслан, у тебя очень богатое музыкальное прошлое. Ты, помимо того, что ты там закончил музыкальную школу, ты уже выпускал свои диски, свою музыку, и ты занимаешься биджейством уже тоже много лет. Какие у тебя дальше планы в этой сфере деятельности? Ну, действительно, я последние 11 лет, сразу после завершения карьеры, я занялся серьезно музыкой. Да, как ты упомянула, действительно, у меня в детстве было два увлечения. Я занимался музыкой по классу классической гитары, но футболом все-таки я занимался чуть больше и больше любил футбол, и он в конечном итоге пересилил. И я сконцентрировался на спортивной карьере. Но в силу возраста она когда-то заканчивается, вся эта спортивная карьера в 35 лет, я уже переключился серьезно на музыку, занялся диджейством, начал писать музыку и заключил контракт с Warner Music Russia, где выходили мои треки, один из которых занял второе место на Еврохит Топ 40. Несколько лет назад меня номинировали на лучшего диджокея в Кремле, но номинировали, но я не выиграл. Так что это, с одной стороны, мое разочарование, с другой стороны, попасть в номинацию тоже. Мне, как бывшему вратарю сборной России, стать номинантом на лучшего музыканта, это было бы тоже здорово. Но я такой человек, целеустремленный всегда был, поэтому в том деле, в котором я участвую, в котором я занимаюсь, я, конечно, ставил всегда максимальные цели. И придя в музыку, мне было не просто пришел монетизировать свое имя, созданное на футболе. Нет, мне хотелось именно сделать так, чтобы я проехал 500 городов, как я это сделал за 11 лет, и получил определенные какие-то награды, заслуги, уже совершенно в другой области. В какой-то степени мне удалось, и я здесь же, в Майами, в США, обязательно планирую этим заниматься. Но вот сейчас поставлю на ноги сначала футбольную академию, и обязательно параллельно займусь музыкой. И надеюсь, что, например, в этом прекрасном месте, как The Guest, я также выступлю. Обязательно. Я тоже думаю, что это случится. А, Руслан, заключительный вопрос, который, конечно же, волнует многих. Я думаю, твое мнение интересно нашим телезрителям. Что ты думаешь по поводу вакцинации? Вакцинировался ли ты сам? И к какому лагерю ты относишься? К тем, кто за вакцинацию или к противникам? Я вот буквально совсем недавно поставил две вакцины сразу. Но, правда, одна от гриппа, а вторая от столбника. Вот. Наверное, я на этом и закончу ответ на этот вопрос. Я поняла. А я думаю, что на этом мы закончим сегодня нашу передачу. Спасибо огромное за твое внимание и время, которое ты уделил нам и нашим телезрителям. Спасибо. Вы смотрели программу «Персона Грата». Мы были в ресторане «Де Гест» в Майами. Место, где проходят самые крутые русские вечеринки. А наш гость был экс-вратарь, футболист сборной России по футболу Руслан Нигматуллин. Оставайтесь с нами на телеканале НТВ Америка. И хорошего вам настроения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Диана Нигматуллинга Субтитры создавал DimaTorzok